Друзья, всем привет! Добро пожаловать на блин тайм! После ошеломительного успеха видео самая вкусная спаржа, я решила записать еще одно видео спаржи. Так что сегодня мы учимся бланшировать спаржу. Поехали! Для бланшировки спаржи нам понадобится спаржа и для заправки по желанию. Нам понадобится лимонный сок, 1 чайная ложка сливочного масла, 15-20 грамм, пол зубчика чеснока, 1 чайная ложка сахара без верха и пол чайной ложки соли. У меня здесь уже смешана петрушка. Еще можно перца добавить. Нам нужно очистить спаржу. Мы вот сразу вот так вот отрезаем стебли. И я сразу вот здесь вот так вот отрежу. Вот это в мусорник. Из этого варим прекрасный овощной бульон. Теперь у нас есть спаржа, но поскольку она уже повидавшая виды, взрослая, мы немного все-таки отщекрыжим кончики. Это несерьезная какая-то овощечистка. Возьмемся посерьезнее. Молодые побеги, тоненькие-маленькие, не нужно так вот очищать. Тоненькие, я имею ввиду, два раза тоньше, чем вот это вот бревно. Теперь в кипящую воду обязательно соль, чайная ложка с горкой у меня здесь как раз было. И уваливаем нашу спаржу, закрываем крышкой. У меня сейчас огонь на семерке. Сейчас закипит и будем варить ровно 5 минут. Бланшировка это быстрая обработка продукта паром или кипятком, что позволяет сохранить и витамины, цвет и вид овоща. У нас уже тут холодная вода. Желательно в идеале ледяную прям сюда кубики льда накидать, чтобы она была. На четверку уменьшила огонь. Так, засекло время, окей. Вы знаете, размеры моей морозилки по видео теста для пиццы, поэтому я обошлась просто очень-очень холодной водой из-под крана. Ждём, пока вот доварится наша спаржа, и мы её сразу-сразу же в эту холодную воду. Пока наша спаржа варится, мы с вами очень быстро, очень растопим масло. Я чуть сахар не растопила. Нам же с вами нужно набить петрушку. А мы тут прохлаждаемся. Ну и знаете, я ещё уменьшу. Ну так не должна прям бурлить. На тройку уменьшить. Чеснок я быстро, быстро, тонко нарежу. Мили кубиком. Это даже не маленьким кубиком, это мили кубиком. Чтобы они прям были миллиметровые. Кстати, вот эту вот заправку из масла вы можете к любым отварным овощам применять. Волевое масло. Если у вас тоненькие молодые побеги, тогда варите, бланшируйте три минуты. Тут прикол в том, чтобы она была не сварена, а именно бланширована. Это разные вещи. Добавляем чеснок и петрушку. Сок лимона. И нашу смесь из сахара и соли. Нужно перемешать до растворения сахара, естественно. Чтобы он не хрустел у нас на овощах. Хотя вот говорят, что спаржа это не овощ. Это такая неведомая растительная культура. Побеги спаржи, то есть это как-то не овощ. Но все это называют овощем, поэтому не заморачивайтесь. Кстати, у спаржи есть такая одна очень пикантная особенность. Я вам статью обязательно оставлю. Это интернетная статья очень прикольная. Я вам ее оставлю в комментариях под видео. Это вот первый комментарий. Проходите, смотрите, чтобы не было какого-то там сюрприза для вас, чтобы вы не испугались там через какое-то время после употребления спаржи. Отлично, 5 минут прошло. Мы берем наши щипцы и вытаскиваем. Вот она вся отличная. В холодной воде спаржа должна провести ровно 5 минут. То есть сколько она варилась, сколько она охлаждается в холодной воде. Количество воды должно быть очень большим, чтобы вода не стала теплой. Друзья, вот чуть опять не забыла сказать во второй раз. Для спаржи обязательно нужно минут 15 в холодной воде замочить, чтобы песок убрался, потому что промывания мало для нее. Этого, кстати, никто не говорит ко чему-то в видео. А я вам сказала, замочивайте 15-20 минут в воде перед тем, как готовить, чистить спаржу. Наша планшированная спаржа абсолютно готова. Можете ее кушать на здоровье. Ну, а для тех, кто любит повкуснее, мы приготовили шикарнейшую заправку. И сейчас мы тем всем делом польем нашу мега спаржу. Вы знаете, количество даже можно в 2 раза меньше брать. Это многовато. Но оно не пропадет. Очень вкусно. На отварную картошку вот эту вкуснятину вы так вот выльете и будет вообще то, что нужно. Вот, пожалуйста, идеально приготовленная спаржа. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И давайте готовить вместе! Всем пока! У нее отличный насыщенный цвет зеленый. Сейчас попробуем. Очень вкусно. Ништяк. Ой! А кто-то здесь масло разлил. Вот интересно. Тоже мне. Мы приготовили шикарную заправку. И сейчас все в масле. Ну, я вытираю, оно в масле.